Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарик по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. По вашим просьбам, сегодня мы разговариваем о мульчировании виноградника, ну и коснемся мульчирования других культур. Что такое мульчирование? Это покрытие почвы различными материалами. Мы привыкли под мульчей подразумевать органические материалы, как то сено, солома, свежескошенная трава, опилки, но этот термин гораздо больше. Зеленая трава считается мульчированием, различные пленки считаются мульчированием. Бетонные плиты, тротуарная плитка, камни, галька это тоже мульчирование, то есть покрытие практически любыми материалами. Но в сегодняшней теме мы все-таки будем больше касаться именно органических материалов. И сразу оговорюсь, о мульчировании органическими материалами, особенно в виноградниках, особенно в средней полосе существует очень много мнений, в том числе и негативных. Я специально вчера читала форум, и многие говорят о том, что это плохо, это вообще зло. В северных регионах коими является средняя полоса. Поэтому все, что я сегодня буду говорить и показывать, это наше мнение и наш опыт. Мы абсолютно не настаиваем на том, чтобы вы его повторяли. Мы просто показываем наши результаты и делаем наши выводы на основе того, что мы видим своими глазами. Итак, наш виноградник, можно сказать, в мульчировании, он находится под дёрном. Есть отдельное видео, почему мы так делаем. Кратко, потому что нам так удобно. Было много комментариев, что люди оправдывают свою лень. Если вы считаете, что рациональное использование своих сил – это лень ради бога. Да, мы ленивы. Мы бережем свои силы, мы бережем свое время. Для тех, кто нас смотрит первый раз, у нас два участка. Вот этот с молодым виноградником, два года назад мы его посадили. Здесь порядка 30 соток. И второй участок дачный, где находится наш старый виноградник. Более того, у нас годовалый ребенок. И время наше крайне ограничено. Конечно, в первую очередь, наше время нужно нашей малышке. Поэтому в выращивании винограда, и не только, мы стараемся максимально его сэкономить. Касательно мульчирования. Мульчирование виноградника мы используем на нашем втором участке. Вот отрывочек, как это выглядит. На этом участке частично, сколько у нас хватило материала, мы сделали вот такие загородки. И в эти грядки мы закладываем свежескошенную траву. Ничего мы не подсушиваем, ничего не делаем. Вот прям с косилки, да, с травозаборника. Сложили сюда плотным условием, и все. И больше мы не делаем ничего. Мы используем мульчу именно под кустами. Это вопрос удобства и комфорта. Косить неудобно. Все равно остается какая-то трава, потом ее надо, ну, желательно, да, либо убирать руками, либо подстригать руками. У нас на это нет ни времени, ни сил, ни желания. Повторю еще раз. Мы максимально экономим свое время, силы и здоровье тоже. Поэтому делаем все так, как нам удобно и так, как нам комфортно. На втором участке, на даче, у нас уже есть такие грядочки, которые мы используем в течение нескольких лет. Наверное, лет шести или семи. Сейчас немножко появляется времени, возможности. И мы собираем такие же грядки на участке с молодым виноградником. Вот появилась первая, постепенно будем собирать дальше. Сюда мы будем закладывать скошенную траву. Вот как только будем что-то косить, так она и сюда и пойдет. Никаких подсушиваний, ничего мы не делаем. Мы вот траву из травосборника, из газонокосилки, сразу плотным слоем помещаем под виноградник. Правильно это или нет, мнений может быть сколь угодно много. Повторю еще раз, мы используем это на протяжении нескольких лет. Никакого негативного влияния на рост, отставание, либо еще что-то мы не увидели. Нам так удобно, нам так комфортно, поэтому мы это делаем. Никаких весной убираний мульчи, отгребаний, либо еще чего-то мы тоже не делаем. Там все, траву как туда положили, так и забыли. И к весне, как правило, там ничего не остается. Либо остается очень тоненький слой. А вот что там реально есть, это пушистая земля, обилие дождевых червей. Конечно, надо понимать, что глобальный эффект на питание виноградных кустов вот эта узкая полоска не несет. Так же, как и глобальная, что мульча охлаждает, она не дает прогреваться почве. Вот эта полоска ничего значительного не делает. Опять же, изучая накануне различные мнения по поводу мульчирования, прочитала, что ни в коем случае нельзя раскладывать возле стволов, возле побегов. Будет там бактериальный рак, будет там подгнивание. Еще раз повторю, мы раскладываем это на протяжении нескольких лет. Никаких негативных последствий мы не увидели. Подкладывают прямо под побеги. Никого не призываем делать точно так же. Мы используем мульчу не только на винограднике, но и везде, где можно. На любых грядках. Опять же, по той простой причине, что времени на прополку у нас нет. Желания пропалывать тоже нет. Впрочем, как и сил. Поэтому везде, где только можно, идет мульчирование. Ну, как видите, розам очень нравится этот год посадки. Весной я здесь все посадила, замульчировала. И они все прекрасно чувствуют. И вот как обильно цветут. Более того, я использую горячую мульчу. И использую ее по той банальной причине, что мне так удобно. В предыдущие годы томаты и огурцы мы мульчировали соломой. Просто потому, что солома у нас осталась от старых хозяев, поэтому мы ее использовали. И буквально вот вчера я читала статью, что солома как раз-таки наибольше задерживает тепло. То есть она мешает прогреву почвы. Я не делала замеры, но скажу вам так. Что огурцы, которые росли под соломой, мы их ели до сентября, наверное, может и больше. Притом, что никаких парников, ничего мы не делаем. Все вот так вот посадили и забыли. И огурцов у нас было столько, что я уже не знала, что с ними делать. Мы закатали столько закаток, что нам хватило на два года огурцов в соломе. Мы знаем, что огурец это довольно-таки теплолюбивое растение. Помидоры себя тоже прекрасно чувствовали в такой мульче. Как технически все делается? Когда мошку из травы, вот он мне складывает вокруг грядок в такие бурты. Она подогревается. Вот когда у меня есть время, тогда я ее использую. Есть у меня время через пару дней, когда она совсем горячая. Я ее раскладываю совсем горячую. Нет времени, значит, она подпревает, подпревает, подпревает. И когда у меня есть время, я раскладываю ее дальше под кусты. И смотрите, вот я ее брала недели две назад. Здесь была вот такая вот трава. Она выжглась. И здесь красивая, хорошая, мягкая почва. Касательно задержки прогревания. Можно, конечно, ходить, мерить термометром. Насколько она действительно задерживается. Но, смотрите, сегодня у нас 19 июля. Что происходит с моими томатами? Они уже начинают созревать. Вот, смотрите, там, ну, в принципе, можно уже снимать. Хотя можно еще пару денежков подождать. Смотрите, это открытый грунт. Даже при посадке никаких парничков. Ничего я не делала. У меня нет на это времени. Особое тут посынкование или еще что-то. Ну, видите, как они растут. Хоть как. Ну, что-то я немножко выломала. То, что совсем мешало. То, что совсем загущало. Все. Я больше не делала ничего. Никаких подкормок. Никаких там биопрепаратов. Опырскиваний. Вообще ничего. Я посадила, подвязала, чуть-чуть пасынки выломала. И, ну, часть листа, конечно, скрывает. Но они ломятся от урожая. Вот здесь прям хорошо видно. Вот кустик вот. Буду приближать. Практически лежит на зиме. Столько на нем помидор. И касательно сроков созревания. Рассаду мне высаживает мама. Растит для меня. Но у себя она растит в теплице. Сорта у нас одинаковые. Так вот, этот сорт. Джекпот. У нее в теплице. Посаженный недели на две раньше. Только начал созревать. Ровненько. Так же, как у меня в открытом грунте. Участки у нас расположены в 30 километрах друг от друга. То есть, это не север-юг. Небольшая разница. Поэтому, вот касательно, например, томатов. В сроках созревания в мульче и без. Никакой глобальной разницы нет. Да, огурчики в этом году слабоваты. Ну, плохо всходили. В итоге взошло всего лишь 7 огурцов. Ну, ничего. Нам покушать более чем достаточно. И смотрите, еще касательно томатов. Я уже говорила, что ничем не обрабатываются. Нет каких фитофтор. Вообще, я ничего с ними не делаю. Вот они вот так растут. Ну, прошлый сезон они росли в соломе. Нет, прошлый сезон уже они росли в такой же горячей мульче. До этого, за год, они росли в соломе. Ну, глобальной разницы я не увидела. Что мульчировать соломой, что вот горячей травой. И касательно температуры. Вот смотрите, сейчас у нас 11 часов. Яркое солнце. 21 у нас в грядке с мульчей. На глубине полного щупа 15 сантиметров. Вот смотрите, там я замеряла мульче. А вот здесь у нас черный пар. Смотрим, что у нас. Не знаю, видно ли на солнце. 23. То есть, вот это наши результаты. И то, что мы реально видим своими глазами. Еще пару слов о горячей мульче. Ходит в интернете мнение, насколько она опасна и ядовита. Я использую ее уже на протяжении двух сезонов. Как видите, я жива-здорова. Прекрасно себя чувствую. И результаты своей на грядке тоже вижу. Более того, в прошлом сезоне я эту же самую мульчу раскладывала и под лук, и под бурачки. Абсолютно под все. В этом сезоне не раскладываю, потому что ее дефицит. Ее не хватает на все травы. Тем более, что стояла сухая погода и трава в этом году растет не так обильно, не так хорошо. Так вот, в прошлом сезоне, выйдя только из роддома буквально пару недель, я раскладывала эту самую горячую мульчу. И тоже мнение, что нельзя ее укладывать близко к растениям, она спалит. Вот я раскладываю. Она дымит. Ну, дымит на самом деле, потому что это физический процесс выделения тепла. Идет пар. Если мы кипятка нальем в кружку, выйдем на улицу, особенно если на улице прохладно, мы тоже увидим дым. Пар. Раскладываю под лучок и думаю, что достаточно близко, что как бы мне не спалить. Ничего не спалилось. Но я никого не призываю повторять за мной. Я рассказываю лишь то, что делаю я. Конечно, у меня был замечательный лук, замечательный чеснок. Все красивое, хорошее. При этом у меня не болят руки. Я не хожу, не деру траву. Мне это удобно. Касательно мульчирования винограда. То же самое я показала. Нам это удобно. Мы не увидели никаких явных отставаний в росте, явных негативных последствий. Касательно еще материалов. Чем мульчировать? Конечно, можно мульчировать любыми, скажем так, органическими веществами. Да, и не только. Мы используем траву раз. Еще одно время мы использовали папоротник сухой, особенно в теплице. По осени, когда папоротник высыхает, мы ходили, его заготавливали на даче. Благо лес рядышком, все это рядышком. И мульчировали папоротник очень долго разлагается. Вообще, вот прям очень долго. Последний раз, мы, наверное, года три назад заложили, и еще частички его в теплице сохранились. То есть это удобно на пару лет. Защита от сорняков. При этом лучше сохраняется влажность в почве. Для нас постоянная влажность, ну плюс-минус, для нашего региона она очень важна. Поэтому сохраняется влажность, и идут правильно почвенные процессы. Смотрите, если у нас песок, мы накладываем мульчу, все начинает работать, создается гумуцевое вещество. Плюс там живут все правильные микроорганизмы и все остальное. Если у нас почва тяжелая и глинистая, то же самое. Там появляются червячки, и они начинают работать с этой глиной. Они начинают делать там ходы, все начинает лучше проветриваться. То есть это удобно, это хорошо для почвы. Касательно микроорганизмов тоже есть мнение, что надо проливать мульчу биопрепаратами, чтобы она правильно, хорошо работала. Моя специализация микробиология. И мое мнение, что все, что нужно, и так содержится в той траве, которую мы с кашем. Оно и так содержится в природе. И мы просто вот эти микроорганизмы, кормы, между ними устанавливаются нормальные отношения, нормальные связи. Плохие подавляются, хорошие побеждают. И все хорошо. И я не вижу смысла проливать чем-то дополнительно. Касательно мульчи из соломы. Мы использовали только на грядках. Опять же, никакого негативного влияния, задержки в росте, в созревании. Огурцы, томаты, клубника. Были у нас под соломой, замечены не было. Солома сохраняется примерно 2 года. Опять же, для меня это было удобно. Вот как 2 года назад клубника была в салонах. Так я ничего не убирала. Клубника там, как лес, но уже будет пересаживаться. Я даже не убирала ни усы, ничего. И клубники у нас в этом году было много, хорошие и красивые. Несмотря на то, что опять же, сухая погода, тем не менее, ягода у нас была достойная. И смотрите еще. Вот этот виноградник был посажен 2 года назад весной. С зелеными саженцами. Тогда мы только купили участок. Здесь был бурьян, это сейчас уже клевер. А так была сны, стуты, лебеда росла и послен. Ну, все подряд. Мы просто все это скашивали. И чтобы саженцам было легче, мы их замульчировали соломой. Толстым слоем они были вот прям как в гнездах. Даже аист прилетал и таскал соломы у нас. Вот они росли в таких гнездах. И повторю, я очень много прочитала про мульчу, в том числе различных исследований. Читала, что соломенная мульча, она очень сильно снижает прогрев почвы. Тем не менее, казалось бы, мы сделали нашим саженцам хуже. Но они прекрасно выросли. Вот им третий год, и они будут плодоносить. Причем практически все. И урожай на них заложен довольно неплохой. Особенно с учетом того, какие были сезоны, какая была эта весна, какая была прошлая осень. Более того, мы даже в прошлом сезоне с некоторых кустов уже получили урожай. А вот эта часть высаживалась в прошлом году. Здесь уже мы ничего не мульчировали. Просто, опять же, руки до этого не дошли уже. И мульчи столько не было. И по-разному развивается. В общем-то, довольно неплохо. Но глобальной разницей между тем, где мы использовали мульчу соломенную, которая должна была бы сдерживать, и там, где не использовали, глобальной разницы нет. Такой вот явно заметной. Это наши наблюдения и наш опыт в наших конкретных условиях. У нас был интересный опыт мульчирования соломой сечкой. Несколько лет назад на окраине леса мы нашли выкинутую солому сечку. И забрали ее, замульчировали розой. По осени слоем сантиметров 20, может больше. Очень хороший слой был. И к весне от этой мульчи не осталось вообще ничего. Но я досаживала там розы. И земля была жирная, мягкая, хорошая. А черви, вот серьезно, вот такие вот черви ходили в этой земле. Вот к вопросу о том, когда закладывать мульчу. Смотрите, если... Ну вот солома сечка, наш опыт, она с осени до весны ее не стала. Вот опять же мнение, да, что весной надо мульчу от гриба. Дело в том, что как бы большинство органических веществ, они перерабатываются. Ну насчет весеннего прогрева. В этом сезоне много раз я обращала на это внимание. Опять же, в наших условиях, если бы мы могли сдержать вегетацию того же винограда, ну вот до 9 мая хотя бы, это было бы для нас прям очень хорошо. Нам не надо спешить, потому что у нас есть возвратные заморозки. Наше мнение, опять же, основано на наших наблюдениях и в наших конкретных условиях. А потом уже, когда становится тепло, ну нам есть чем сравнить, да, у нас одни кусты сидят так, другие сидят так, и мы не видим разницу в каком-то их развитии. Да, это разные сорта, но тем не менее, многолетние наблюдения вот показывают, что они плюс-минус развиваются одинаково, и рожаем и собираем в нормальные сроки, которые и прописаны в характеристиках сорта. И еще пару слов о мульчировании. Я уже говорила, что любые материалы покровные, это тоже мульчирование. Пленки, есть специальные мульчирующие материалы, тоже это все можно использовать. И вот смотрите, все, что темное, оно способствует прогреву. И это тоже удобно. С одной стороны там сохраняется влага, с другой стороны лучше прогрев. Для школки мы используем пленки, ну и дорожки. Это черный спонбонд. Ну вот как растет школка. У многих уже побеги по полтора метра. Доросли, скажем так, до верхней проволоки, и уже их надо чеканить. Важно отличие вот такой мульчи от органических материалов. Не идет образование почвы, не идет образование гумуса. Да, она там поддерживается. Да, там тоже ходят червячки, почва мягкая. Вот мы в междуряде ходим, прям такое все под ногами шатается. Но вещество не образуется, ну потому что оно туда не попадает. Что мы туда положили, то и будет работать. Ну удержание влаги есть, и дополнительное тепло в таком случае тоже есть. В общем-то удобно, хорошо использовать. В заключении, не так страшна мульча, как ее малюет. И касательно, например, огорода, я лично вижу для себя только положительные моменты, абсолютно со всех сторон. Как со стороны удобства, так я вижу, какие я урожаи собираю, прилагаю к этому минимуму усилий. Касательно мульчирования виноградника, ну опять же, да, мнения разные. Как делаем мы, я вам показала. Почему тоже рассказала. Для нас это вопрос удобства и комфорта. При этом ведь выбор для мульчирования у нас огромный, и мы можем комбинировать. Можем, например, под кусты положить мульчирующую пленку, да, мульчирующий спонбонд, а между ряде замульчировать органическим веществом. И тогда, что мы получаем под кустами, мы получаем хороший прогрев, да, а между кустами, в между ряде, мы получаем дополнительное питание. Тоже хороший вариант. Использовать что-то или не использовать, решать вам. Повторю то, с чего начала, прочитала, пока готовилась к этому ролику, много негативных моментов. Но в наших условиях, не самых лучших и не самых подходящих для выращивания винограда, мы никаких отрицательных моментов не видим. Но для себя видим плюсы. Поэтому мы делаем так, но как делать вам, вы, конечно, решаете сами. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч!